Есть новое видео с парковочного режима. Откройте галерею, чтобы посмотреть. Давайте вместе разберемся, действительно ли это умный регистратор или все-таки это маркетинговые бесполезные функции. Welcome! К сожалению, пока система у нас работает не вся, на видео нет скорости и нет координат. Зато отлично работает при обнаружении и пересечении разметки. Привет всем подписчикам канала Рублянин, а также случайным зрителям. И сегодня у нас на обзоре 70My Dashcam Pro. Я решил поделиться с вами своим приобретением. Давайте вместе разберемся, действительно ли это умный регистратор или все-таки это маркетинговые бесполезные функции. Welcome! Мало продукции Xiaomi может похвастаться упаковкой, но в этот раз плотная черная коробка с золотистыми надписями, лого и характеристиками снизу. Солидно, красиво, но хочется уже добраться до нашего Dashcam China и посмотреть, а больше скорее протестировать. Давайте уже откроем наш черный ящик. Закрой! Быстро закрой! Попробуем еще раз. Регистратор находится сверху, дисплей у нас защищен пленкой, которая идет как мини-инструкция с обозначением кнопок и крепежная площадка с двухсторонним скотчем. Под пластиковым боксом у нас находится пленка на стекло, два отсека в которых идет кабель для питания microUSB и зарядное устройство с двумя разъемами, наш который оранжевый. И монтажная лопатка. Давайте немножко коснемся характеристик. Угол обзора у нас идет 140. Двухъядерный процессор Huawei. Чипсет Hi 3556 V100. Максимальное разрешение 2592 на 1944. Кодек H265 19.2 30 фпс. Я буду снимать именно в этом разрешении. Я не хочу снимать в Full HD, в 2К или еще меньше. Я думаю, что каждый, покупая регистратор с максимальным разрешением, конечно же будет его использовать на максималках. Да и качество видео получается на максималках лучше. А также у нас установлен 5-мегапиксельный модуль от Sony IMX335 с диафрагмой 1.8 на 6 стеклянных линз. Wi-Fi соединение у нас 2.4 ГГц. Для подключения через приложение к смартфону. Голосовое управление. Правда, это работает только пока в китайской прошивке. Технология антитуман и VDR, которая обеспечивает лучшую картинку при неравномерном освещении. Также у нас идет датчик удара, режим парковки и встроенный аккумулятор на реальных 500 мАч. Максимальная карта 64 ГБ. Обязательно 10 класс. Хотя на форумах встречал, что кто-то смог таки залепить на 128. Если кто-то действительно это сделал, напишите в комментариях, мне тоже интересно. И обязательно карта 10 класса. У меня карта Samsung на 32, 10 класс. Разъем питания microUSB. Кабель для заряда у нас в комплекте идет на 3,5 метра. Также на регистраторе есть у нас цветовая индикация. И что он означает? У нас всего 4 режима. Горит зеленый. Идет запись. Синий не записывает. Это когда мы переходим в альбом, например. Красный – ошибка записи. Зеленый мигает. Это запись аварийного видео. В регистраторе также у нас есть парковочный режим и режим таймлапс. Таймлапс – это у нас запись ускоренного видео, один кадр в секунду. Он доступен, к сожалению, только в китайской прошивке и только при подключении оригинального кабеля, который нужно докупить отдельно. И парковочный режим. Он у нас работает. У нас есть здесь две настройки. Одна включает-выключает. Вторая задает время, через которое регистратор автоматически отключается. Спросите, как же это работает? Регистратор будет автоматически включаться при срабатывании датчика удара и записывать видео одну минуту без включения экрана. Если во время записи снова сработает датчик удара, регистратор включится штатно и будет записывать видео непрерывно по заданному времени в настройках, даже при отключенном питании. По умолчанию, по-моему, стоит 20 минут записи. Полностью заряженной батарейки хватает примерно на 35-40 срабатываний, то есть это до 40 роликов по одной минуте. Или штатной записи примерно так же 40 минут. Я тестировал плюс 15-25, зимой, скорее всего, будет меньше. Саморазряд я не тестировал. Также есть у нас умная функция, система ADAS. Это система помощи водителю. Но для работы нужен еще отдельно вот такой вот GPS-модуль, который нужно докупать отдельно, как сделал это я. От модуля система получает данные скорости автомобиля. К сожалению, пока система у нас работает не вся, на видео нет скорости и нет координат. Зато отлично работает. Первое. При движении от 10 км предупреждает об опасном сближении. Второе. Это движение по полосам работает от 50 км, сообщает при обнаружении пересечения разметки. Сначала нужно откалибровать датчик и обязательно наличие разметки. И третье. Сообщает о наличии движения впереди стоящего автомобиля. Работает при полной остановке. Этот регистратор явно создавался с упором на безопасность движения и систему охраны на парковке. Сразу печаль и минус, что у нас не весь потенциал работает, но разработчики обещали это пофиксить в обновлении. 70MI мы ждем. Но если вы хотите регистратор только для записи видео в хорошем качестве, вам не нужно движение по полосам, нет оживленного движения, вы можете купить только регистратор без GPS-модуля. На регистраторе из коробки отключена запись звука. Изменить это и другие настройки вы сможете с легкостью, скачав официальное приложение. И причем я это рекомендую. Очень удобный доступ к галереи и полным настройкам регистратора. По установке все просто. Здесь видео снимать не будем. В комплекте идет прозрачная пленка на стекло. Затем на эту пленку на двухсторонний скотч крепится GPS-модуль в моем случае. Кидаете питание. У меня раньше стоял от компании Xiaomi регистратор. Также есть на канале. Питание я оставил от него. Что касаемо самого регистратора и его дизайна. Регистратор очень маленький. Установил его максимально высоко. Угол наклона регулируется. И здесь сразу небольшой минус. Нет поворота по сторонам. Хотя я так никогда не использовал и предыдущий, который у меня так умеет. Точнее мне все равно, а для кого-то это может быть минус. Да и вы заметьте высоту кадра. Он реально снимает панораму, как широкоугольная камера. Давайте вместе посмотрим, сделаем выводы. Готовьте чай и поехали прокатимся по Харькову и области. По всем параметрам он мне подходит. И теперь это будет мой основной регистратор. Из достоинств. Движение по полосам. Опасное сближение. Старт. Связь с телефоном по Wi-Fi. Маленькие габариты. Парковочный режим. Реально классная штука. И автономия батареи, которая работает примерно до 40 минут. До этого у меня был регистратор от Xiaomi. Так вот он работал до 10 минут. А позже и меньше. И удобное расположение кнопок управления. То есть вы можете сразу включить звук. Записать аварийное видео. Из минусов. Это очень короткие ролики. Только по одной минуте. К сожалению это изменить нельзя. Иногда дребезжит кнопка. И нет поворота лево-право. Если для кого-то это важно. Хотел отойти от темы. И поблагодарить за донаты. Читаю ники тех ребят, которые оставили их в комментарии. Это Марк. Фитнес это просто. И ребята, которые попросили остаться инкогнито. Также напоминаю, вы можете стать спонсором выпуска. Задонатить на развитие канала. А точнее на качество контента. А именно я сейчас собираю деньги на новую камеру и на ноутбук. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забываем ставить лайки. Всем удачи. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok